День добрый! Всем здравствуйте! Сегодня мы более подробно поговорим о спряжении глаголов, об изменении глаголов, о двумяно-часовниках, изменении глаголов, или комьюгация часовников, спряжение глаголов. Начнем мы с вами с хвоста, с четвертого и третьего спряжения. Некоторые учебники выделяют 4 спряжения, и к четвертому спряжению относятся всего 5 глаголов. Вот они. Умечь, уметь, разумечь, понимать, шмечь, иметь какую-то смелость, сметь что-то сделать, что-то сказать, посметь, ведечь, знать, есть, кушать. Некоторые учебники выделяют всего 3 спряжения, а четвертое спряжение как подразделение третьего или же относят вот эти 5 глаголов к к третьему спряжению. Итак, к третьему спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на «ач». Но не все глаголы, которые имеют окончание «ач», относятся к третьему спряжению. И глагол «меч» также относится к третьему спряжению, несмотря на то, что он на «ач» не заканчивается. Это глагол «исключение». Какие же окончания будут у глаголов третьего и четвертого спряжения? Когда мы говорим «я», окончание будет «м». Когда мы говорим «ты», окончание будет «ш». Когда мы говорим «он», «она», «ону» будет нулевое окончание. Что это значит? Например, глагол «тши-та-ч» заканчивается на «ач» и относится к третьему спряжению. Что мы делаем? Мы вычеркиваем «ч» и добавляем нужное окончание в зависимости от лица, о котором мы говорим. То есть «он», «она», «ону» будет нулевое окончание. То есть мы вычеркнули «ч» и остается основа слова «чь-та», «она», «чь-та», например. Когда мы говорим «мы», окончание будет у глагола «мы». Когда мы говорим «вы», всегда окончание будет «ч». Когда мы говорим «они», «оны», окончание будет «ем». Итак, сегодня мы с вами проспрягаем вот такое количество глаголов. это, конечно же, не все глаголы, которые относятся к третьему спряжению, их очень много, просто некоторые из них, и также спрягать мы будем, и потом рассматривать примеры. Начнем с глагола читать, часовник читать, вначале мы читаем изменение глагола спряжения, потом примеры, и параллельно будем расширять свой словарный запас. От меня к вам большая просьба, пожалуйста, повторяйте все вслух, можно ставить видео на паузу и повторять после меня, можно параллельно со мной, можно прочитать вслух, это важно. Итак, начинаем читать. Я читам, ты читаш, он, оно, оно, сюда же относятся пан, пани, чита, мы читамы, вы читаче, они, они, сюда же относятся пани, когда много женщин, пановия, когда много мужчин, паньство, когда у нас смешанная компания, мужчина и женщина, они, они читаем. Видим, что когда мы говорим я, у нас окончание м, когда мы говорим ты, окончание ш, он, она, нулевое окончание, просто основа слова остается, мы всегда у глаголов окончания мы, вне зависимости от спряжения, вы всегда у глаголов окончания ч, вне зависимости от спряжения, Они – они – окончание Ё. И переходим к примеру. Читам шибко. Я читаю быстро. Я читаю. Читам. Читаш по воле. Ты читаешь медленно. Ты читаешь медленно. В польском языке, напомню, местоимение «я», «ты», «мы», «вы» не пишется, очень редко произносится. Иногда, конечно, произносится, но чаще не произносится. Понятно, о ком идёт речь по окончаниям. А вот «он», «она», «ону», «они», «оны» произносится, пишется, потому что здесь несколько вариантов, и чтобы было понятно, о ком идёт речь. Пан читает интересно. Читамы разы. Мы читаем вместе. Видим, в конце «мы», значит, понятно, что речь идёт о нас, «мы». Читача выражнее. Вы читаете выразительно. Видим окончание Ч, значит, это всегда «вы». Паня читаем глощно. Паня, то «оны», то есть несколько женщин. Паня читаем глощно. Женщины читают громко. Хлопец читает тихо. Парень читает тихо. Хлопец, то он, więc читает. Девчинка читает часто. Девчинка читает часто. Читам жадко. Читам, значит, речь идёт о я, обо мне. Я читаю редко. Читаш завше. Видим ш, значит, речь идёт о ты. Ты читаешь всегда. Паня Анна читает только в дому. Паня Анна, то она читает. Паня Анна читает только дома. Читам в аутобусе. Я читаю в автобусе. Колейный часовник «слухач». Очередной глагол «слушать». Есть ещё глагол «слышать», но он относится к другому спряжению, чуть позже поговорим об этом. Пока разбираемся с глаголом «слухач». «Слушать». Я слухам. Ты слухаш. Он, она слуха. Мы слухамы. Вы слухачи. Они, она слухаем. И почитаем примеры. Ты сейчас слухаш невнимательно. Слухам, значит, я. Я слушаю очень внимательно. Он слуха с чековощью. Он слушает с интересом. Слухамы с заинтересованием. Мы слушаем с любопытством. Слухамы, значит, мы. Слухачи. Че, значит, вы. Слухачи подчас працы. Вы слушаете во время работы. Томаш и Эва слухаем вшистких. Томаш и Эва, то они. Томаш и Эва слушают всех. Они, значит, слухаем. Они, потому что у нас появился мужчина. И перейдем к глаголу слышать. Слышать. Есть слушать. Я слушаю. Слышать. Я слышу. Например, что мы здесь можем? Пример. Слухам, Бардзо, уважны. Я слушаю очень внимательно. Слыша, Бардзо, уважны. Я слышу очень внимательно. Если так можно сказать. О глаголах первого и второго спряжения мы поговорим в следующий раз. А, здесь еще, к чему я это написала. Обратите внимание, что я сейчас... А, нет, здесь все правильно. Слушать и слышать. Здесь разные глаголы. Бывают глагол-основа одинаковые, но, например, глагол третьего спряжения относится к настоящему времени, а такой же глагол с такой же основой, чуть-чуть измененное окончание у него, и он уже относится к будущему времени. Такие примеры у нас будут позже, мы о них поговорим. Настэмпный часовник. Пытачь. Спрашиваць. Я пытам. Ты пыташь. Он, она пыта. Мы пытамы. Вы пытаче. Они, они пытаем. И примеры. Пытам як щемашь. Я спрашиваю, как твои дела? Пыташь, яка ест погода. Ты спрашиваешь, какая погода? Щёстра пыта, яки ест джейн. Щёстра то она, венц пыта. Сестра спрашивает, какой сегодня день? Какой день? Пытамы. Видим окончание мы, значит, речь идёт о мы. Пытамы, яки млеко купить? Мы спрашиваем, какое молоко купить? Пытачи, значит, вы. Пытачи, где мешка мы? Вы спрашиваете, где мы живём? Оны пытаем, где ищ? Они спрашивают, они имеют в виду, что здесь нет ни одного мужчины. Это может быть компания девушек с детьми, кто угодно, когда нет мужчин, форма Оны. Они спрашивают, куда идти? Следующий глагол. Разговаривать. Я розмовям, ты розмовяшь, он, Она розмовя, мы розмовямы, вы розмовячие, они, Оны розмовяю. Если в польском языке стоит буковка О, мы её чётко произносим. И примеры. Размовям пшез телефон. Я разговариваю по телефону. Обратите внимание, пшез, со, пшез телефон, пшез, не по телефону, как-то там. Именно розмовям пшез телефон. Чи розмовяешь с детьми о Богу? Размовяшь ты. Разговариваешь ли ты с детьми о Боге? О чём Олга розмовя с ним? Ольга, то Она, ввент розмовя. О чём Ольга разговаривает с ним? Мы сейчас разговариваем, не мешай нам. Вы разговариваете с нами слишком, чересчур громко. Эти женщины разговаривают о чём-то интересном. Кобеты, то они разговаривают. Тшимач, держать. Я тшимам, ты тшимаш, он-она тшима, мы тшимамы, вы тшимаче, они-оне тшимаем. Тшимам оувек, я держу карандаш. Тшимаш двугопис, ты держишь ручку. Пётр тшима зэшит, Пётр держит тетрадь. Аня тшима ключ, Аня держит ключ. Как раз у нас здесь все слова из учебника, повторяем. Детско тшима к шеслу, ребёнок держит стул. Тшимамы то, мы держим это. Тшимаче стул, вы держите стол. Панове тшимаем фото. Панове, когда у нас от двух и больше мужчин, мужчины держат кресло. Настэмп начасовник. Учэкач, убегаць. Я учэкам, ты учэкаш, он-она учэка. Видим, вы просто ч вычеркнули, остается снова слова, когда у нас он-она-оно-пан-пані. Мы учэкамы, вы учэкаче, они-оно учэкаю. Чытамы приклады. Учэкам от чебе, спрубуй мне догонячь. Я убегаю, я учэкам, от тебя, попробуй меня догнать. Учэкаш от проблемов, ты убегаешь от проблем. Фацет учэка от диких псов. Парень убегает от диких псов. Фацет, то он, венц учэка. Юж учэкамы, споткамы ще ютро. Мы уже убегаем, встретимся завтра. Здесь слово в переносном значении, то есть не конкретно мы ноги в руки бежим. Просто мы спешим, уже уходим, убегаем. Для чэго учэкаче? Почему вы убегаете? Учэкаче вы. Зводзея учэкаю от полиции. Воры, зводзея, то воры убегают от полиции. Идём дальше глагол шукач, искать. Я шукам, ты шукаш, он, она шука. Мы шукамы, вы шукача, они, она шукаю. Шукам чебе, я ищу тебя. Шукам ей в целом месте. Я ищу её в целом городе, то есть во всём городе. Вернёмся к первому предложению. Шукам чебе. Здесь у нас длинное местоимение, потому что мы делаем акцент. Я ищу именно тебя. Шукам чебе, никого-то другого. Обычно после глагола, если нету предлога, идёт короткая форма местоимения. В местоимениях у нас будет отдельное занятие. Пока просто на будущее информация. Но когда мы хотим выделить акцентом именно тебя, то мы ставим длинную форму местоимения. Шукам чебе. Дальше читаем. Чего шукаш? Шукаш ты. Что ты ищешь? Чему ты ищешь? Долго юж шукаш, але не можеш го зналищ. Долго уже ищешь ты, то есть ты уже долго ищешь, но не можешь его найти. Кто шука, знайду я. Кто ищет, тот находит, если по-русски сказать. Кто шука, здесь у нас неопределённое лицо, но это он, она, ону, пан, пани, то есть кто он, кто шука. Пират шука скарбу, пират он, верт шука, пират ищет сокровище. Разэм шукамы загубённый жэджи, мы вместе ищем потерянную вещь. Шукачи не там, вы ищите не там. Че значит вы. Они шукаем пса, который учекал ешче вчорой. Они ищут пса, который убежал ещё вчера. Ешч, глагол кушать. И здесь он немножечко по-другому изменяется. Помним, что этот глагол относится к четвёртому сближению, один из пяти. Здесь мы вычёркиваем шч, и читаем, как он изменяется. Я ем, ты ешь, он, она, оно е, мы емы, вы ече, они, они едзом. И здесь у нас появляется дз. Таких глаголов мало, их просто запоминаем. Читаем примеры. Ем шняданья. Ем то я. Я ем завтрак. Ешь вожива. Ты ешь овощи. Джадек е овоцы. Джадек то он, венц е. Дедушка ест фрукты, кушает фрукты. Емы обяд. Мы кушаем обед. Едзом колаць е. Они едят ужин. Едзом. Ече в дому, а мы емы поза домем. Вы кушаете дома, а мы кушаем вне дома. Поза домем, вне дома. Может быть в кафе, может они на пикниках шли. Чэнсто ем в кавярне. Я ем, часто ем кафе. Жадко ешь в рестаурацьи. Ты редко кушаешь в ресторане. Те дзевчыны завше едзом свеже. Эти дзевушки всегда кушают свежее. Дзевушки, дзевчыны, то оне, венц едзом. Моя щостшеница и мой братанек только часами едзом сводыче. Моя племянница и мой племянник только иногда кушают сладости. То они, щостшеница и братанек, они венц едзом. Что такое щостшеница и братанек, мы с вами говорили. Щостшеница племянница, дочка, сестры. Братанек, племянник, сын брата. Мой брат е ябко. Мой брат кушает яблоко. Мой брат, то он, венц едз едз. Слово яблоко можно произнести двумя вариантами. Яблуко или ябко. Это как с русским словом солнце. Мы не произносим солныце. Хотя, когда мы скажем солнышко, то эл появляется. Точно так же допустимо два варианта произношения. Яблуко и ябко. Обратите внимание, когда мы говорим мой твой в мужском роде, то у нас в середине буковка У, О с креской. Произносится как звук У. Мой твой. Но если у нас женский род или средний род, мы скажем моя твое. Буковка О. Мое твое. Очень важный глагол. Пожалуйста, на него отдельное особое внимание. Врацать. Возвращаться. Я врацам. Ты врацаш. Он, она враца. Мы врацамы. Вы врацаче. Они, они врацаем. Возвращаться. То есть я возвращаюсь в настоящем времени. И есть глагол вручить, вернуться. Я вернусь. То, о чем я говорила ранее. Очень похожие глаголы, такая пара глаголов. И один из них указан на настоящее время, второй на будущее время. Например, я возвращаюсь во вторник или я вернусь во вторник. Читаем примеры. О, ктурой врацаш? Во сколько ты возвращаешься? Врацам с подружи пшествшие дни. Я возвращаюсь из путешествия через три дня. А как мы скажем я вернусь? Я вруце с подружи пшествшие дни. Я вернусь из путешествия через три дня. Вот такая разница. Кеды врацачи додому, когда вы возвращаетесь домой. Или можем сказать кеды вручичи додому, когда вы вернетесь домой. Врацамы в чвартек по полудню. Мы возвращаемся в четверг после обеда. По часто переводится как после. По чимч. По праце, например, после работы. По полудню, после обеда. Мы возвращаемся в четверг. А как мы скажем мы вернемся? Вручимы в чвартек по полудню. Мы вернемся. Этот глагол относится не к третьему спряжению, но просто для примера. Врацаем пучонгем, а не самолотом, як плановали. Они, кто-то он или они, возвращаются поездом, а не самолетом, как планировали. Значь и ведич. Эти два глагола переводятся одинаково, как знать. Вначале их проспрягаем, потом я расскажу разницу. Часовник знать. Я знам, ты знаешь, он, она, ону, зна, мы, знамы, вы, значи, они, они, знают. Часовник ведич переводится как тоже знать. Я вем, ты веш, он, она, ве, мы, вемы, вы, вечи, они, они, ведзу. Обратите внимание, вем, веш, джечь здесь вычеркнули. Итак, смотрите, часовник знать, глагол знать и в форме знать мы употребляем, когда знаем что-то или кого-то. И когда у нас в предложении нет предлогов. Например, знам Варшавы, то пенк на място. Я знаю что-то, я знаю Варшаву, это красивое место. У нас здесь нет предлогов. Часовник ведич, то есть глагол знать в форме ведич, мы используем, когда у нас есть какой-то предлог в предложении. Или, например, запятая перед словами когда, где, как и так далее. Например, вем о Варшаве, правя в шистку. Видим, здесь предлог у нас появился. Я знаю о чем-то. Не просто знаю что-то или кого-то, знаю о чем-то. Знаю о Варшаве почти все. Знашь моих родителей? Ты знаешь моих родителей? Нету ни предлогов, ни запятых. Мы просто кого-то знаем. Ну, или спрашиваем, знает ли кого-то. Ты знаешь моих родителей? И второй вариант. Веш отым же мое родице сом бардзу пенк на. Ты знаешь о том, что мои родители очень красивые. Появляется предлог, поэтому используем глагол знать в форме ведич. Зна мы тых панство. Мы знаем это панство. Просто знаем без предлога в этом глаголу знать. Вем и цочь от их панстве. Мы знаем что-то об этом панстве. Об этой семье или какая-то группа людей. Они сом с белорусами. Что они из белоруссии. Следующие глаголы. Спотыкач и споткач. Спотыкач – встречать. Такое незаконченное действие. Глагол несовершенного вида. Испоткач – глагол встретить. То есть здесь у нас завершенное действие. Глагол совершенного вида. То есть я встречаю. Но непонятно, встречу я или нет. Поэтому называется глагол незавершенного вида. А тут я конкретно встречу. Все, без вариантов. Итак, читаем. Спотыкам или споткам. Ты спотыкашь. Ты споткашь. Видим, здесь разница. Убирается а. Ч вычеркиваем. Ч вычеркиваем. Прошу, убирается буква и. И, конечно же, в основе. Спотыкач вычеркнули. Добавили окончание м. Получилось спотыкам. Встречаю. И споткам. Ч также вычеркнули. И получается я споткам. Я встречу. Спотыкам. Споткам. Ты спотыкашь. Ты споткашь. Он, она спотыка. Спотка. Мы спотыкамы. Вы спотыкаче. Они, она спотыкаю. Пример. Спотыкам группа джечи. Дище о усмой вечором. Я встречаю спотыкам группу детей сегодня в восемь вечера. И обратите внимание, о чем мы произносим мягко. Когда эта циферка у нас изменяется числительной, то становится эс твердой. О усмой. Как мы скажем, что я встречу группу детей? Я споткам. Как будто здесь нету. Споткам группа джечи. Я встречу группу детей сегодня в восемь вечера. Следующий глагол. Спотче. Ожидать, надеяться. Два перевода в одном. Я сподевамще. Ты сподевашще. Он, она сподевашще. Чем вычеркнули. Мы сподевамще. Вы сподевачище. Они, она сподевающие. И пример. Сподевамще же экзамен бэнджи латвы. Я надеюсь, то есть я ожидаю, надеюсь, что экзамен будет лёгкий. Следующая группа глаголов. Поведич. Оповедич. Отповедич. Видим, что основа одинаковая. Разница за счёт приставок. Поведич. Оповедич. Отповедич. Можно сказать ещё подповедич. Подсказать. Все они изменяются одинаково. Только к словам мы добавляем приставку, которая в инфинитиве. Я повем. Здесь вычеркиваем джеч. Джеч. Джеч в конце. Я повем. Я оповем. Я отповем. Я скажу. Я расскажу. Я отвечу. Ты повешь. Оповешь. Отповешь. Он, она. Пове. Опове. Отпове. Мы повемы, оповемы, отповемы. Мы скажем, мы расскажем, мы ответим. Вы повече, оповече, отповече. Они, они. Поведзом. Оповедзом. Отповедзом. Видите, в основе дз есть. Оно везде у нас потерялось, но появилось в форме они, они. Итак, читаем примеры. Не повешь дзетску, жачека, гоня, споджанка. Ты не скажешь ребенку, что его ждет сюрприз. Не споджанка. Не споджевам еще. То есть споджевачи, ждать, ожидать, надеяться. Не споджевачи, не споджанка от этого слова. Сюрприз, неожиданность какая-то. Не споджанка. Не, не повем. Але бабча хыба пове. Нет, я не скажу. Я не скажу. Але бабча то она, вянц пове. Но бабушка наверняка скажет. Чи оповедзе Еве правды? Вы расскажете Еве правду? Так, оповедзе дзище Еве. Да, мы расскажем сегодня Еве. Глагол дать. И также с помощью приставки можно сделать отдать, например. Изменяются одинаково. Здесь также добавляется приставочка. Я дам, отдам. И здесь, если написано в польском языке, я напомню. Буковка, ее обязательно произносим. Даже если рядом стоят две согласные, мы произносим два раза. Отдам. Ты дашь, отдашь. Он, он, отдам. Видим, основа коротенькая. Да остается. Мы дамы, отдамы. Вы даче, отдаче. Они, он и дадзом, отдадзом. И примеры. Дамчи или отдамчи. Я дам тебе или отдам тебе. Дашь мне, отдашь мне. Дашь мне, отдашь мне. Он даму, он отдаму. Он даст ему, он отдаст ему. Он отдай ей, она отдай ей. Она даст ей, она отдаст ей. И есть глагол ещё давать, давать, тут просто дать, тут давать. Я дам в будущем времени, когда-то кому-то дам, и я даю сейчас, настоящее время. Этот глагол не к третьему. Споряжение относится просто на примере, на контрасте, разберём. Я даю, ты даешь, он, она даю, мы даемы, вы даечи, они, они даем. Например, дамчи, я дам тебе. Или мы можем сказать даячи, я даю тебе, сейчас что-то даю. Прикреплю презентацию под описанием к видео. Почитайте, пожалуйста, ещё раз все глаголы с примерами обязательно вслух. Прикреплю презентацию под описанием к видео.